Сотрудники дома престарелых в посёлке Устердынском осматривают полученные антисептики. Проверяют, чтобы состав продукции был безопасен для кожи. Больше 100 литров дезинфицирующего средства привезла одна из иркутских косметических компаний по договорённости с Министерством экономического развития Иркутской области. Видим, что кто-то не может себе это купить, даже выйти не может. И мы попросили непосредственно Министерство экономического развития подобрать нам какой-то социальный объект, куда можно это дело привезти, и просто, чтобы люди пользовались и не болели. И всё вот достаточно одного раза. Руки у вас потом будут дезинфицированы два часа минимум. Всё, что попадает на руку, будет умирать. Антисептик для обеззараживания кожи и помещений в разных канистрах. А для удобной обработки рук приложили 160 распылителей. Их передадут всем сотрудникам и жильцам дома. С появлением угрозы коронавируса в доме престарелых соблюдают все меры предосторожности. Не пускают посторонних, на входе измеряют температуру. Сотрудникам нужна любая помощь, ведь пожилые люди находятся в группе риска. За пределы территории запрещено выходить. Но на территорию они у нас выходят, гуляют. Мы им всё объяснили ситуацию, они как бы с пониманием относятся. Всё это передадим нашим проживающим, будем использовать в работе. Я думаю, это очень большое подспорье. Огромное спасибо за такую поддержку. Сейчас в доме престарелых 106 постояльцев. Среди них и ветераны труда. Нового антисептика хватит всем примерно на месяц. А чтобы максимально снизить риск заражения, с началом майских праздников дом престарелых перейдёт в режим полной самоизоляции на 13 дней. Захар Семёнов, Сергей Коваленков. А вы оставайтесь дома и смотрите АЭС-ТВ.